В Испании на апельсиновой плантации фермерам досаждает мохнатый зверь. Он обожает апельсины и поглощает их десятками. Терпению фермеров приходит конец, и они решают поймать зверька с помощью ловушки. Затея почти удалась, но внезапно погода портится и смерч уносит урожай апельсинов вместе со зверьком. В то же время в российском приморском городе сотрудник дендрария по имени Гена прототип «Крокодил Гена» пытается наладить отношения со своей взрослой дочерью Таней. Та винит отца за то, что в детстве после смерти жены он оставил ее на долгих 10 лет у тети. Таня со своим мужем Толей и сыном Гришей живут неподалеку от Гены. У девушки небольшой бизнес по производству и продаже шоколада, который пытается потеснить крупная кондитерская фабрика «Радость моя». Владелицу, которой зовут Римма. Прототип – старуха-шипокляк. Она намерена покорить город своей продукцией, устранив всех конкурентов. Как-то, заметив свинское поведение Римма в дендрарии, Гена наказывает ее и вываливает на нее мусорное ведро. Над героем нависает угроза увольнения. Принесенный торнадо из Испании, над городом проходит град из апельсинов. Вместе с фруктами с неба падает и мохнатый зверек. Он попадает в дом Гены и, принимая оранжевую каску за огромный апельсин, пытается ее достать, но разносит все в комнате. Вошедший Гена, всегда помешанный на чистоте и порядке, набрасывается на зверька с вилами. Тот от страха и спасаясь от разъяренного хозяина дома, довершает разгром в комнате. Но появляется начальница Гены. Она журит его за грубое поведение с Риммой, причиной которого, по ее мнению, является одиночество. Гена же делает вид, что встал на путь исправления и даже взял на воспитание зверька. Однако, когда начальница уходит, он выставляет ушастика за порог. И все же постепенно налаживается дружба между Геной и зверьком. Переломный момент происходит, когда Гена приходит к дочери на день рождения ее сына Гриши. Мальчик уже долгое время не произносил ни слова и родители ничего не могли с этим поделать. Однако, в детскую попал ушастик и Гриша от удивления заговорил. Благодаря этому, Таня начинает общаться с отцом и разрешает сыну посещать дом дедушки, чтобы там играть со зверьком. Гена учит ушастика читать и разговаривать. Мама мыла раму. В ходе обучения зверек знакомится с множеством новых слов. Ты что хочешь сказать, что это что-то среднее между попугаем и обезьяной? Мама, я попузьяна. В том числе со словом Чего рахался, упал, шлепнулся, грохнулся. Дружба героев крепнет. Рима чинит козни бизнесу Тани. После неудачных попыток его купить и присоединить, она добивается его временного закрытия. Помощник Римы, Лорион, прототип, крыса, шипокляк, Лариска. По приказу начальницы, устраивает в кондитерской лавке Тани переполох с нашествием крыс и крадет поваренную книгу, по которой Тани готовила шоколад. Рима хочет воспользоваться ее рецептами и выиграть фестиваль сладостей. После коварного вброса крыс на Таню составляют акт. На месяц закрываете? Угу. Тогда девушка отказывается от участия в фестивале сладостей, предоставляя Риме возможность выиграть. Гена со своим другом Валерой приезжают к Риме, требуя вернуть поваренную книгу. В ответ женщина предлагает сделку. Книга в обмен на ушастика, так как зверьком заинтересована капризная внучка Римы, Соня. У Гены не остается другого выхода, как отдать ушастика в обмен на книгу. При этом он вспоминает молодость, когда ему точно так же пришлось временно отдать Таню, когда та была еще юной. Гене удается обменять книгу рецептов на мохнатого зверька и вернуть книгу обратно дочери. А ушастик где? Впрочем, та начинает ненавидеть отца сильнее прежнего, когда узнает, что тот в обмен на книгу отдал того самого зверька. Гена долгое время не может простить себя за то, что он натворил и решает вытащить ушастика из логова Римы. Для этого он просит помощи у своих верных друзей, начальницы Натальи Николаевны, Валерия, мороженицы Гали и дворника. Друзья пробираются в дом Римы, но обнаруживают, что ушастика там нет, потому что та вместе с Соней забрала его на фестиваль. На фестивале Гриша видит ушастика на поводке у Сони и спрашивает родителей, почему так произошло. Толя говорит сыну правду, и тот в слезах убегает. Гена пробирается в палатку, где находится мохнатый зверек. Он освобождает ушастика и говорит, что тому сидеть на привязи, как собака, не по-человечески. Гена извиняется перед ушастиком за то, что ему пришлось сделать. После он рассказывает о том, какую трагедию пережил в молодости. Его давно покойная жена Люба погибла, пытаясь выиграть на соревнованиях по полету на дельтаплане, и он боялся точно так же потерять и Таню. Но сейчас он уже давно сильно жалеет об этом. Ушастый зверек прощает Гену, и они решают покинуть ярмарку. Гена и ушастик подходят к Тане и Толе, но выясняется, что пропал Гриша. На фестивале Римма планирует запустить в небо ракету, которая взорвется в воздухе и вместо салюта раскидает всем людям конфеты. Неожиданно ушастик понимает, что внутри ракеты со сладостями, которая вот-вот взлетит в небо, находится Гриша. Гена на мотороллере вместе с мохнатым другом спешат к мальчику на помощь. И перед тем, как ракета взрывается, спрыгивает вместе с ним вниз, планируя на псевдоушах, и их успевают подхватить люди. В финале счастливая семья собирается с друзьями, чествуя зверька. Поскольку накануне состоялось, по сути, второе рождение и Гриши, и ушастика, Гена предлагает отмечать этот день, как день рождения друга. Он желает зверьку оставаться человеком. И наконец придумывает себе название. На праздновании появляется Римма и просит прощения за свое поведение. Оказывается, у нее и гены похожие семейные драмы. Римма в длительной ссоре с сыном. Он ее не хочет видеть и привозит свою дочь Соню к бабушке лишь на две недели в году. Надо было сыном заниматься, не бизнесом. В концовке звучит песня «Я играю на гармошке» из оригинального мультфильма про Чебурашку, под которую нам показывают, как Чебурашка продолжает активно учиться и добиваться успеха в разных областях и на различных поприщах. В заключительной сцене фильма, которую зрителям показывают после титров, обыгрывается старый анекдот про крокодила Гену и Чебурашку. Сотрудник ДПС останавливает мотоцикл, на котором едут герои и требует... «Снимите этого с руля». Чебурашка возмущенно отвечает. «Я...» Фраза прерывается. Согласно цитате из анекдота, это должна быть реплика «Я не сруль». «Я Чебурашка». Так создатели фильма решили сделать юмористическую отсылку на народное творчество, посвященное культовому персонажу. Дополнительные подробности о фильме Чебурашка смотрите в описании к видеоролику. Субтитры создавал DimaTorzok